Здравствуйте! Вы смотрите программу Приморсговор. Этот врач занимается диагностикой, лечением и профилактикой инфекционных заболеваний. Подробно изучает возникновения, механизмы развития и клинические проявления. Сегодня наш гость – врач-инфекционист Серпуховской больницы Елена Синила. И поговорим о том, когда нужно обращаться за помощью и какие инфекции актуальны для жителей России, как ими не заболеть и почему не стоит бояться паразитов, а может наоборот, жутко бояться. Елена Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте мы сразу и обозначим. Врач-инфекционист, зона ответственности. По каким вопросам нужно идти сразу к вам? Очень по многим обращаются. Пациенты поступают самые разные. Я работаю в инфекционном стационаре круглосуточном, в том числе и с дежурствами, и поэтому круглосуточно с утра до ночи к нам везут различных пациентов. И частые симптомы, с которыми привозят, это повышение температуры тела разной длительности, это могут быть и первые сутки заболевания, и три недели повышенной температуры. Это кашель, это рвота многократная, это частый жидкий стул, рожистое воспаление, различные высыпания на коже. То есть спектр очень огромный, и даже не всегда это будет инфекционная патология, но в первую очередь нам нужно ее дифференцировать с другими заболеваниями. Коронавирус сейчас диагностируется? Диагностируется, да, у нас есть боксы, боксированные деления, и изолированные пациенты лечатся у нас в стационаре, в том числе и с коронавирусной инфекцией. Как он сейчас себя проявляет? Говорят, что совсем по-другому, не так, как в начале. Сейчас, во-первых, его реже случаев именно выявления и заболеваемости. Во-вторых, люди привитые болеют легче. Дети маленькие, тяжелых случаев у нас не было выявлено, поэтому тоже переносят легко, к нашему счастью. Тяжелых случаев сейчас не встречается, либо они очень редки. Можно ли самостоятельно пациенту отличить бактериальную инфекцию от вирусной? Самостоятельно это возможно, потому что сейчас уже у нас доступна сеть интернет, в которой можно найти что угодно, но если человек умеет дифференцировать симптомы, прочитав и то, что он нашел, то можно видеть. Интернет — это страшный поток информации, потому что читаешь все симптомы, и тут же в себе все находишь. Да, но нужно с умом подходить и с холодным сердцем. В общем, бактериальную от вирусной инфекции можно дифференцировать на начальных стадиях, потому что вирусные инфекции, как правило, протекают остро, ярко выраженная клиническая симптоматика. Пациент может нам сказать прям час и даже минуту его заболевания. То есть, например, поступает пациент, он говорит, что у него озноб, высокая температура выше 38, мышечные боли, слабость сильная, мы уже можем заподозрить грипп. Бактериальные инфекции, они развиваются более медленно, температура до 38 может быть, и не такая яркая клиническая симптоматика, по крайней мере, в начале болезни. Ну и, исходя из опыта мирового, вирусными инфекциями люди болеют намного чаще, будь то кишечные инфекции, будь то респираторные инфекции. То есть вирусами мы болеем намного чаще, чем бактериальными инфекциями. А какой анализ уточнит, кто вызвал болезнь, вирус или инфекция? Что назначается? Даже по общему анализу крови врач уже может заподозрить, что это вирусная инфекция, либо это бактериальная. Там есть определенные показатели, которые говорят в пользу того или иного. Ну и также существует уже диагностика лабораторная, как ПЦР-исследование, экспресс-тесты. Мы можем взять экспресс-тест на вирус гриппа, на тот же коронавирус COVID-19, на аденовирусы. Существуют экспресс-тесты. То есть таким образом можем и лабораторно определить. Антибиотики что убивают? Вирус или бактерии? Антибиотик — это антибактериальный препарат. То есть он действует только на бактерию. В точке приложения для вирусной инфекции у него не бывает. Поэтому только бактериальная инфекция поддается лечению антибиотиками. Антибиотики для профилактики. Вот вы как врач, как к этому относитесь? Единичные случаи, когда мы можем назначить антибиотики для профилактики. Например, человека укусил клещ. Очень частая ситуация. И тут я за антибиотикопрофилактику, потому что мы можем предотвратить, например, болезнь лаема. Клещевой боррелиоз — это очень серьезное заболевание с множественными осложнениями. И мы назначаем профилактические антибактериальные препараты. И они, как правило, очень эффективны. Поэтому лучше предотвратить. В большинстве случаев бесконтрольный прием антибиотиков ни к чему хорошему не приведет. То есть на любой чих, на любой кашель, в первые дни болезни мы не можем назначать антибактериальные препараты, потому что во всем мире растет устойчивость. Очень много фармакорезистентных микроорганизмов. То есть сейчас рост именно тяжелых, внутрибольничных инфекций, когда уже просто нечем лечить пациента, потому что ко всему устойчивость растет. Поэтому нет, надо минимизировать применение антибактериальных препаратов. Почему антибиотики назначаются пить курсами 5 и 7 дней? Почему спрашиваю? Недавно наткнулась на одно исследование как раз в интернете по поводу того, что антибиотики на самом деле, там описывается, что на самом деле они начинают работать с первого дня, если человеку легче, не обязательно заканчивать курс вот этот 5-дневный или 7-дневный и таким образом уменьшить нагрузку на печень и так далее. Существуют определенные протоколы лечения, то есть наши клинические рекомендации, методические указания, по которым мы используем антибактериальные препараты в той или иной длительности. Например, если мы возьмем вне больничную пневмонию, которая протекает без осложнений. Человек поступает, ему назначается антибактериальный препарат выбора. Мы оцениваем эффективность 3-4 дня. То есть за эти 3-4 дня пациенту должно стать легче. Легче в плане больше сил должно становиться. Появляется аппетит, человеку просто чувствует себя намного лучше по сравнению с тем, как было до применения антибактериального препарата. И самое главное, должна снижаться температура. Она либо должна стремиться уже быть совершенно нормальной, либо она ниже, чем была. Если была 38,5-39, то 37,5. То есть это эффективность, мы оцениваем. И для того, чтобы прекратить антибактериальную терапию, нам достаточно 3 дней без температуры. То есть поэтому, да, сейчас не обязательно пневмонию лечить 14 дней, которая обычная пневмония, вызванная, например, стрептококом. Там может быть достаточно 5-7 дней. Елена Владимировна, если мы живем все-таки в России, каких инфекций в первую очередь нам боятся? Такой интересный вопрос. На самом деле бояться стоит ВИЧ-инфекции. Инфекции, передающиеся половым путем. Еще туда входят вирусные гепатиты, ВИЦ, сифилис, гонорея, вирус папилломы человека, особенно высокоонкогенных рисков. Если мы говорим о ВИЧ-инфекции, то 1% населения официально в России это ВИЧ-инфицированные люди. И полтора миллиона за все время выявлено ВИЧ-инфицированных людей. Многие вообще не знают свой ВИЧ-статус. Здесь что важно? Хотя бы каждый год любой человек должен сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию и на вирусные гепатиты. То есть каждый человек должен знать свой статус, потому что существует лечение, особенно по ВИЧ-инфекции, антиретровирусная терапия, которая эффективна. И человек живет спокойную, совершенно нормальную жизнь. Средняя продолжительность жизни такого человека равна средней продолжительности жизни человека без ВИЧ-инфекции. То есть очень эффективная терапия. Люди такие живут, не заражают своих половых партнеров и рождаются у них здоровые детки. То есть тут самое главное, чтобы пациент подходил разумно и никогда не бросал эту терапию, чтобы принимал в одно и то же время и на постоянной основе. И тогда будет успех. Также гепатиты В и С, если мы берем против гепатита В, в национальном календаре нашим есть прививка. То есть мы должны быть привиты. Гепатит С успешно лечится противовирусными препаратами. Также против вируса папилломы человека есть вакцина. Особенно это эффективно для девочек и мальчиков до 14 лет. То есть по-хорошему должны быть привиты все. То есть ВИЧ самая страшная инфекция, которая будет в России и вообще во всем мире. Да, говорят, что сейчас даже эпидемия во всем мире ВИЧ-инфекции. Ну, по статистике это действительно так. Но, опять же, существуют люди, ВИЧ-диссиденты, которые не верят в эту инфекцию. И они заражают других людей. Они не несут никакой ответственности ни перед собой, ни перед этими людьми. Они не принимают терапию. И поэтому опасность вся заключается именно в таких пациентах, которые не верят в эту инфекцию. И также ВИЧ-инфекция очень часто сопровождается, как бы мы называем, коинфекцией, то есть плюс туберкулез. И это очень опасное сочетание. И растет также множество случаев фармакорезистентных палочек коха. То есть туберкулез тоже может плохо лечиться. Поэтому ко всему надо подходить разумно и всегда доверять своему лечащему врачу. Вот сейчас очень многие отдыхают за границей, особенно на африканском побережье. Оттуда можно привезти какую-то, так сказать, заморскую инфекцию? Ну, заморская, не заморская, но малярию, например, можно. Да, поэтому перед тем, как мы едем куда-то за границу отдыхать, либо по работе мы туда едем, мы должны проконсультироваться с врачом. И это может быть врач-инфекционист, либо врач-терапевт. И он даст рекомендации, какие надо выполнять меры профилактики перед поездкой и какие вакцинации существуют. А, например, о каких мерах профилактики? Например, есть вакцинация против некоторых инфекций. Например, желтая лихорадка при выезде за границу, против нее есть вакцина. Против малярии возможен прием пероральных таблетированных форм. То есть мы принимаем его и лекарственные средства, и противопокируем малярию. Практически, да. Какие инфекции передаются от животных человеку? Самая интересная и самая страшная инфекция – это бешенство. Поэтому при любом ослюнении, при любом укусе неизвестного животного, или даже если это животное известно, но оно не привито от бешенства, человек должен обратиться в травмпункт, и ему сделают 6 вакцин. Никаких 40 уколов живот, нет. 6 вакцин с определенной кратностью – это очень эффективно, противопоказаний нет никаких. Даже беременность не является противопоказанием, потому что при развитии симптомов бешенства это 100% летальный исход. То есть никто не выживает при развитии симптомов. Слушайте, а я только недавно слышала разговор, мама с ребенком во дворе до сих пор пугают 40 уколами в живот. Нет, нет, их всего 6. Все изменилось в медицине. Встречаются ли в России какие-то опасные паразитарные инфекции? Прямо чтобы опасные 100% летальность, таких инфекций паразитарных нет. И в России вообще эта тема очень сильно обсуждается. Заходишь на любую социальную сеть, и везде проходят чистки от паразитов, гнания, желчи, что-то еще. Конечно, очень страшно, какие средства при этом применяют. Во-первых, любое лекарственное средство, если мы берем против гельминтов препарат, оно очень токсичное. И назначаться должно только по результатам осмотра врача. Врач должен собрать анамнез, выявить симптомы, обследовать пациента, и тогда уже назначить это лекарство. И, как правило, гельминтозы очень хорошо диагностируются. Мы должны найти либо яйца гельминтов, либо их личинки, либо самих уже гельминтов. Если мы берем для кишечных, то это в калии, естественно. И если уже они будут обнаружены, тогда мы принимаем эти препараты. Если их нет, смысла в этом нет никакого. Потому что человек может мыть руки, может мыть овощи, фрукты, все, что он кушает, и термически обрабатывать продукцию, которую он употребляет. То есть это мясо не должно быть сырым ни в коем случае. И рыба тоже должна быть термически хорошо обработана, либо правильного посола. Есть какие-то внешние признаки, что человек заражен, что как раз-таки ему требуются препараты и чистка? У такого человека может быть кожный зуд необъяснимый, может быть снижение массы тела, крапивница, то есть высыпание на теле. И плюс, если мы сдадим общий анализ крови, там должны быть повышенные зенофилы. Тогда да, мы назначаем лекарственные препараты по результатам дообследования. То есть дообследования именно на гельминтозы, если они выявлены. Просто так раз в полгода или раз в год препараты мы такие никогда не можем пить. То есть ни в коем случае препараты для профилактики не употребляют? Нет, мы не животные, только животные. Препараты для профилактики могут назначаться людям, нет. В детском или во взрослом организме больше паразитов? Если брать Россию, нашу страну, то чаще у нас болеют дети, чаще это энтеробиоз, то есть заболевания, вызванные острицами, и аскориды. Взрослые болеют реже, и, как правило, эти заболевания хорошо лечатся и не представляют никакой серьезной угрозы для жизни. Всегда ли плохой аппетит признак того, что у ребенка не все в порядке в организме? Нет. В плане паразитов? Нет, не всегда. Это тоже есть такой стереотип у родителей, что... Ну, не совсем верный стереотип, просто маленькие дети и так иногда привередничают в еде, но это не всегда будет вызвано гельминтами ни в коем случае. Но избавиться от них на 100% можно, какие препараты такие? Возможно, конечно, да. Какие вообще профилактические обследования на хронические инфекции нам нужно проходить? Чтобы быть спокойными, все в порядке. Существует такое сейчас слово красивое, чекап, да, в медицине. То есть это определенный набор исследований, которые мы используем для того, чтобы обследоваться, например, на сахарный диабет, если мы хотим выявить. Есть определенный перечень. В инфекции такого не существует. То есть всех подряд людей обследовать на все инфекции нет смысла. Мы обращаемся к инфекционисту, когда у нас есть характерные жалобы. И, как правило, инфекционные болезни возникают резко, они хорошо поддаются лечению. Это благодарная область медицины в том плане, что хороший ответ на лечение. Врач видит результаты своей работы. Поэтому то, о чем мы говорили, половые инфекции, ВИЧ, гепатиты, да, на это есть смысл сдавать анализы раз в год. Если половой партнер один, если же половые партнеры меняются, конечно, там раз в месяц. Плюс сифилис туда еще относится, потому что так же люди болеют в нашем времени и сифилисом в том числе. Малая часть заболеваний лечится в стационаре, я так поняла. Большая часть заболеваний может лечиться амбулаторно. Да, но, как правило, если маленькие дети, родители за них всегда переживают, и они могут обратиться в самый момент начала заболевания, когда еще нужно наблюдать. То есть, если ребенок поступает с температурой, это питьевой режим, жары понижающие, и мы следим за ребенком. То есть, если нет показаний для антибиотиков, мы их в первый день, конечно, не назначаем. Я вот слышала, что врачи-инфекционисты составляют индивидуальный план прививок к человеку в зависимости от хронических заболеваний, от набора всего этого. Это правда или нет? Да, такое может быть в зависимости от того, какая у человека сопутствующая патология. Например, если были осложнения, ранее навведенные вакцины, или человек, опять же, планирует для путешествия или по работе выезд за границу, то есть за пределы Российской Федерации. Да, он может прийти к инфекционисту, и он порекомендует, как поступить в той или иной ситуации. А какие прививки тяжелее переносятся организму? Или, может быть, в каком возрасте? Как правило, вакцины переносятся хорошо, осложнения возникают в единичных случаях, и это связано с особенностями организма каждого. То есть все индивидуально предсказать, как разовьется и какое осложнение у пациента, это невозможно. Елена Владимировна, спасибо вам за сегодняшнее интервью, за подробные разъяснения. Всем желаем здоровья, и вам в том числе. Спасибо большое, всем здоровья. Спасибо, и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!